итак здравствуйте уважаемые подписчики те кому интересно сегодня хочу рассказать о ручке которые мне прислал продавец в подарок эта ручка пришла вот в такой упаковочке ну стандартный естественно листочек пакетик вернее листочек упакована в целую в специальную такую баралон специальный вот чтобы не помялась и пришла такой упаковочке вот эта ручка из серии производитель hero вот как я выяснил оказывается очень известный производитель не только в китае но и в мире вот вот такая вот ручка очень интересный по моему дизайн здесь у нее на колпачке написано hero и номер 9628 то есть это hero 9628 здесь на у нее на защелки на колпачке такой типа маленький бриллиантик вот сейчас покажу сейчас вот видите нет все сюда видите какой типа такой переливающийся бриллиантик вот собственно надпись которая на ней сейчас вот так сделала не знаю как не видно наверно но сейчас мы попробуем поближе сделать вот видите такая надпись вот hero и собственно вот вот сверкание бриллиантик видите видите какая красота вот собственно такая ручка здесь тоже такой механизм металлический ободочек сделаю чуть подальше вот собственно такая ручка опять же здесь на месте где держит за перо такое металлическое как бы покрытие может быть это и металл у нас кресло металл перышко очень тоненькая вот видите вот перышко вот оно вот очень интересно значит здесь такой коллектор у нее есть вариант и собственно такой поршневой и собственно это все снимается можно опять же ставить вот такие емкости сюда прекрасно оставляются и подходят вот можно заправлять с помощью коллектора что собственно мы с вами сейчас и сделаем единственное что кстати один из моих смотрищих зрителей задал вопрос пробовали вы заправлять ручку не погружая через перо в чернилицу а просто погружаю коллектор сейчас мы так и заправим и попробуем я уже это делал и мне это понравилось сейчас я сделаю это для вас берем чернила мне попросили заправить эту ручку чернила синие обыкновенные наши чернила вот они тряпочку открываем чернила все это надо делать аккуратно потому что как обычно самый неподходящий момент чернила проливается вот и пытаемся заправить просто сам коллектор вот опускаем его чернила и собственно набираем чернила еще разочек вот как чернила заправились это мы сейчас лишнее удалим чтобы они не мешались нам зато все чисто перо чистое руки правда грязные вот тем не менее вставляем его сюда вот и сейчас посмотрим как эта ручка пишет чуть-чуть дадим на перо чуть-чуть чернил дадим чуть-чуть этим поработаем поработаем поршнем вот чтобы это все у нас быстренько все смочилось закрываем ручку закрываем чернила складываем и начинаем писать вот начинаем писать вот прекрасные тонкие линии смотрите перо дает и довольно таки мягкие само перо сейчас мы сделаем поближе я вам покажу как все это пишется вот смотрите эти какие-то линии тоненькие линии принципе вот можно тоненько писать очень тоненько можно нажимать где-то я видел тоже на сайтах обзоры можно так чуть-чуть вот попробуем что-нибудь написать опять же ура ну допустим вот принципе смотрите перо очень очень мягкая и очень тоненькая думаю что те кто будут пользоваться этим пером им очень понравится такое перо в общем ручка hero 96 28 прекрасные рекомендации очень тоненько мне саму тоненько перо не очень нравится но я думаю что найдутся любители которые с удовольствием будут писать этой ручкой и в руке она очень удобно лежит она такая тяжеленькая видимо такой сама пластмасса такая тяжелая поэтому и хорошо лежит так еще что-нибудь напишем вот что мы написали и так вот собственно сама эта ручка вот так сейчас сделаем по цвету вот так вот немножко я не ориентируюсь еще куда руку двигать вот но я думаю что сориентируемся со временем итак ручку рекомендую цена ручки 4 доллара ну это по нынешней цене дальше как непонятно сейчас 4 доллара стоит где-то порядка по-моему 386 я покупал рублей что ли ну по 400 рублей короче вот пожалуйста пишите наслаждайтесь все до свидания подписывайтесь встретимся в следующий раз у вас